всем снова приветушки друзья мы продолжаем наше похождение по этой прикольной игре надеюсь вам пока нравится собственно что мы сегодня будем делать давайте зайдем на карту и вот здесь вот на карте мы во первых можем да вот вернуться к машине теперь есть такая штука мы можем телепортироваться прямо к регалии там где бы она у нас не стояла есть у нас задание называется принц на побегушках но я вам обещал что первым делом я пройду вот эти побочные квесты на уничтожение тех или иных мобов причем мы видим что вот наша огромнейшая карта и вот это вот все вот это вот все вот это вот это будем мы исследовать вот например сама insomnia это соответственно наше королевство и здесь очень-очень много разных вещей да то что здесь вот блокпост например через который мы физически никак не проедем сегодня мы попробуем просто туда доехать смотришь там вообще творится вот и заодно выполнить вот эти побочные квесты когда мне как раз дадут вот этот квест я доеду то блокпостай посмотрю что там вообще есть вдруг там что-то интересное мало ли правильно так садимся в нашу регалию автоматический режим продолжит ручной режим суть в чем автоматический режим это если вводит и вниз продолжит путь это если у нас уже есть какой-то путь но мы решили выйти из машины чтобы что-то сделать ручной режим это если мы вводим сами магазин ну как бы этому онлайн магазин ходе того да точно только не онлайн в прямом смысле а именно мы можем покупать короче что-то сразу в магазине заместо того чтобы заезжать куда-то итак первым делом мы поедем наверно в самую как раз дальнюю штуку молот самый-самый крутой гараж само собой это же гараж королевского двора я буду скучать по нему после всей этой поездки тебе никто не мешает приезжать к ним в гости когда захочешь синди с удовольствием займется твоей машиной а точно ах вот в чем дело если нужно можешь брать регалию ура спасибо за предложение но когда мы вернемся в инсомнию я постараюсь заиметь собственную машину вот и в принципе как вы видите у нас очень сильно тратится а у нас все еще что-то было крайне мере странный звук вот ладно а суть в том что где-то где-то вот здесь от должен быть квест правильно же давайте сейчас сменим кстати вест все на выход машины кстати когда ты нажимаешь на выход да ты сам начинает парковаться гуляемся а вот там походу действительно какой-то большой блокпост и давайте сейчас вот по заданиям быстро раз наше задание аж 7 уровнем я не знаю получится мне или нет то что я всего 3 уровня что меня здесь ждет мы сейчас посмотрим если что у меня есть плюшечки которые могу использовать вот нам выделена зона задания там вот ребятки нас видите ждут какие-то гады драться с ними надо определенно вот этим оружием потому что они очень такие жестенькие мы посмотрим деньги деньги и дребедяги все готовы лоба папа 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 меня хавают обидно обидно когда тебя хавают быстрее черти так ладно восстанавливаем свое здоровье попутно приказываем наверное бурю давай главе пароль бунс это право на правом ладно вы можешь рассчитывать ценит по ходу надо вот этим оружием драться да вот к этому у них уязвимость так что хотели надо бомбить все в норме меня так просто не пройдет без у коричневых я знал что просто действовать неплохо и последний остался но что в комбо такие мути мочи с ребятами этот противник нам не по зубам да ладно из всех нас только я по сути поддох у всех остальных все давай гладио рули нет отлично гладио готов великолепно главное взаимовыручка вот мы получили то что хотели мы спокойно даже ну учитывая лаву как бы не очень спокойно отлично краска выйдет немножко возвращаться конечно но более менее спокойно да то есть мы смогли справиться со всем этим так возвращаемся к машине демоны кровожадные существа которые выходят по ночам я в блин даже не успеваю читать тоже загружается очень быстро все-таки играю действительно классно оптимизирована выходим итак посмотрим единственная вот эти озвучка немножко косая по той причине что да то есть он по людей должен был сказать типа садимся да а он такой типа выходим такие черт что-то пошло не так вот это блокпост видимо я так понимаю можно припарковаться на блокпосту я хочу поехать дальше что пустите меня не пустите я же сын короля что не пускаете да то есть даже просто тормозят машину короче ладно вот так вот видали 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 мы развернулись ладно поедем короче по заданиям по быстренькому интересно чего там за здание наверное она что-то дозначит там же большое довольно здание такое ну по крайней мере не маленькая уж точно ладно я думаю мы его еще навестим а пока что давайте пока у нас бензин не закончился кстати вот чем не нравится здесь заканчивается бензин от реально прикольно надо какой-нибудь мазончик врубить я думаю чтобы было не так скучно о да мазончик это прикольно и мы едем потихонечку дальше к дополнительной охоте мы сейчас пройдем все три охоты я думаю поизучаем еще что здесь мир есть интересного в мире он там это ребят можно например поубивать ну-ка давай-ка вылезем все на выбрать из машины пройдемся для разнообразия опыт никогда не бывает халявным поэтому я думаю эти ребята как раз стоит того чтобы их навестить блин братом особо цепляться не к чему но ну сюда в принципе можно вот этот камешек на ноги просто старайтесь заходить к рогам стыла чтобы короче проводить внезапные атаки атакую стыла сам уже угарал а теперь пора отрываться задаем царку ох сразу двух повредил как обстановка берегись и пока просто у нас есть бонус я не хотел но это не будешь от меня убегать опыт плюс пару шмоток каких-то там получили поэтому почему бы нет очень даже прикольно вот смотрите еще и вот здесь вот ископаемая древесина нашли в машине прикольно почему бы почему бы нет мне нравится ладно садимся в регалию давайте на этот раз выберем автоматический режим чтобы вы заметили заметили то что нам надо проложить ну пусть до молота хорошо моментально переместиться в пункт назначения нет прокатись все готовы а соответственно разница да то есть когда я катаюсь и когда он катается при этом мы тоже можем нажать выйти из машины сделать разворот и все что угодно заодно сейчас увидите как мы будем заправляться потому что бензинчик то нам итоге нужен эх прикольно теперь она стала еще красивее но точно замечательный полный бак заправлен и давайте пробежимся с вами до задания которое нам не отмечается ну потому что чтобы отметить нужно опять зайти сюда сюда и он там задание появилось в принципе как бы я вот эти вот ну сам самые самые первые миссии вот эти вода вплоть до окончания демки я проходил поэтому я знаю что будет но вот дальше дальше я не знаю абсолютно отличная посылки сто пуду так этих надо бить вот этим по-моему такой вроде истребил к фигам ребята я нахожусь в стазисе не могу использовать никакие умения но что поделать это ерунда вот за каждую звездочку мы кстати получаем дополнительный опыт так сказать ну там не опыт немножко другая фишка но тем не менее так по карте я сейчас просто гляну быстренько здесь есть лагерь прям рядом вот можем зайти сейчас в лагерь дети где костер такой да как бы горит это типа лагерь в нем мы можем подобрать магическую энергию опять же вокруг лагеря она всегда есть как правило здесь правда почему-то не вижу он огонь лепезричество и чисто в теории еще что-нибудь здесь есть да он все все варианты а чуть впереди кстати вижу еще пару мобов я думаю пробежаться к ним наверное тоже их немножко побить блин скоро кстати ночь ну как раз вот мы считаем обувь по объем ночь будет мы ночь проведем в лагере и пойдем на последнюю охоту да вот мама кстати здесь иногда могут мобы просто узнаете невзначай выйти как вот я покажу на что способен сити 3 3 как часто я это слышу следи за действиями врага я все понял неплохо получилось так и должно быть нанесли или не нанесли я просто не понял немножко вот ладно возвращаемся собственно в лагерь который мы сейчас создадим здесь вот и самое приятное то что уже посещенные лагеря мы можем посещать еще раз то есть мы прямо на них можем телепортироваться что дает нам некоторые бонусы в виде быстрого перемещения да то есть между вот этими лагерями пешим образом так тренировочный бой подождать до утра продолжать наступление ночи я думаю до утра потому что до ночи нам пока рановато не очень-то мы справляемся с более более мощными мобами так сегодня с кем будет открытым небом почему нет почему бы не разбить так прошел один день он выбирает что нам приготовить я думаю что на это у нас ничего не хватает у нас нету здесь тоже нету это мы сможем приготовить два раза это вот вот эти два мы можем готовить в принципе там сколько угодно раз то есть оно не меняется да потому что это типа тоже тот бонус который мы можем просто получать бесконечно да то есть но от эти этих рецептов он по моему нам не ну они не повышают они получают такой вот когда первый уровень да то есть а все остальное не так себе готовка его мало повышают то есть вот на втором уровне мы будем по чуть-чуть его готовки получать поэтому лучше какой-то там другого использовать вот он нам приготовил пост с глазуньей очень прикольно блин поел бы сейчас тоста на самом деле ладно итак пятьсот шесть опыта у нас есть до следующего уровня нам нужно всего четыре поэтому смотрим чего мы получили 122 очка который можем потратить и докачались до пятого уровня что подняло нам всем понемножку здоровья и ура у нас есть промпта короче улучшил фотографию и вниз улучшил кулинарию а гладиолус собственно пока еще не улучшил выживание фильтр дорожное приключение получил промпта знаете ну нужно мы некоторые фото чтобы сохранить это же прикольно тоже что ничего показалось вот это да какой красивый снимок да я специально выбирал ракурс для регалии поймал момент да бывает на самом деле некоторые снимки которые просто странно выглядит но в целом довольно прикольные мне обычно нравится как он снимается есть правда совсем убитые снимки какие-нибудь но не знал но позволишь да ты сможешь помочь мне утром не люблю я утро ты же знаешь а плотно позавтракать любишь это самая важная еда тогда встретимся утром вот он засранец то ладно поможем ему на самом деле я буду стараться выполнять абсолютно все вот абсолютно все что есть в этой игре потому что мне хочется максимально узнать что здесь есть короче встаньте на завтра на рассвет и составьте ему компанию только не уходить далеко от пункта назначения главное чтобы содержимое горшка кипела но не пригорало и как это сделать помешивать время от времени какая-то фишечка с готовкой типом помогать оу прикольно так помешивайте рогу с помощью попутно беседуя с игнесом следить чтобы рогу не пригорело когда ты готовил последний раз так давно что уже и не помню это когда поваром подрабатывал да но даже тогда я в основном импровизировал да уж готовка это назвать сложно для обычных людей готовка посмотрим как у нас все тушится пусть еще немного постоит чтобы стало погуще а ты помешивай так продолжайте помешивать слушай зачем тебе понадобилось устраивать этот урок кулинарии а я просто хотел с тобой поболтать узнать что у тебя варится в котелке и ради этого ты заварил всю кашу ты всегда обо мне беспокоился все эти годы это мой долг перед королем и твое хобби ну что ж теперь попробуем получилось идеально отличная работа сам попробуешь то что готовил сам всегда вкуснее очень неплохо может ты бы хотел побольше узнать о кулинарном искусстве на самом деле я бы хотел чтобы готовил ты похоже мой план оказался совсем сырым ну и как понравилось тебе готовить не знаю иногда это не так уж и плохо но это не то что я хотел бы делать ранним утром да ладно на рассвете мир полон чудес полюбоваться бы на все эти чудеса завтра утром я попозже полюбуюсь ты очень помог а у меня неплохо выходит круто не зря делали и давайте теперь можно спокойно в приемах какие-нибудь фишечки выучить то что нас аж 180 штучек даже можно спокойно прокачать либо это либо это то есть как бы вот так при выполнении серии ударов рон увеличивается с никто из врагов не попадает по вам почему бы не увеличить но полезная штука при атакующем телепорте нет я пока не буду воздушная таки а по сути не провожу идеальная защита так усиливать цепные удары носите 1 удар ближнему противнику ну короче это общее это каждого не понял так выстрелом тесно и всего разные позиции спасаются от опасности быстро выполняют так так хорошо это что у нас если повиснуть после телепорта в точке постепенно устанавливается это в принципе да ну штука нужная при низком уровне здоровья становится чуть-чуть за аптечкой для наших друзей по сути так это на что увеличивает количество энергии стихи которые можно поглотить давайте вот так вот сделаем потому что этому магия нам будет нужно так это что увеличить это с каждого участника отряда на двойное количество набранных уровней все остальное дорогое так позолит использует два для аксессуара вообще идеальная штука двумя аксессуарами но опять же три аксессуара для нас аж 330 ни хрена себе 333 так это фишечка эфи в битве сохранить можно не более 5 снимков за ночевку в лагере дается больше о с почему бы нет намного больше больше ос я понял а за долгие поиски машине дается с долгие поиски на чукоба дается подливает усиление статуса пищи приготовлены в лагере да почему нет так много продевает усиление статус так но мы это уже мелочи и последнему на что которая увеличит рон стихии которые измены протягивает врагов ну давайте на секс еще эту штучку тоже прокачаем так и что-то я хотел там усиливается и удара прокачать 1 ну пока что вот так посмотрим что у нас там будет впоследствии а и я могу в снаряжении поставить по моему на второй аксессуар например бронзовый наруч он придает мне немножко хпшки так всех членов магических атак что есть который блокирует набор опыта воски навыка при этом блокирует заполнение показ так 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 вот я думаю вот эта штука мне пригодится а вот сюда мы ставим кстати магию а итак мы по карте вернемся сейчас к машине потому что это передвинет нас скажем так мы сможем пойдешь со мной по магазинам пром то да конечно давай зайдем магазин самом деле надо продать не нужный нам шмот если он у нас есть рад вас есть продать посмотрим что мы можем продать в принципе вот двуручные мечи я думаю благодарю продать что они нам по сути не нужны дротик продать кинжалы 100 лет нельзя используется это тоже это тоже да используется вот эту штуку я пока продавать не буду потому что мало ли были не знаю часто делают ножи вот видите то есть ну вот принципе то это полезная штука получается так ну и тут тоже я навряд ли из рыбалки что-то продам посмотрим что у него есть в покупках у нас вот нету мясных консервов для завтрака нету овеча молока в принципе вот картошка мне нужно фунгуар и овеча молоком благодарю вас ну чтобы хотя бы на два таких рагу у нас с вами было что-то полезное сейчас зажигание овощей не нужно для регалий но мало ли может пригодится давайте купим ё-моё но вдруг нам действительно это пригодится заходите еще обязательно ну что ж пойдем посмотрим что у нас что что-то там нашел гладио ну пять шагов для защиты ваших пернатых друзей уис рассказывает так бежим короче к последнему месту которая есть на карте по заданиям эти два мы выполнили остался вот этот вот в принципе мы можем знаете даже как сделать смотрите вернуться к месту отдыха в принципе а к предыдущему то есть я то думал что там в принципе можно вместо отдыха любому возвращаться тут видите конкретному то есть тому которому ты отдыхал уже получается к любому другому у тебя не получится вернуться ну да день отличный давайте же сделаем его еще более отличным убив мисс миниров тем более их там вроде не так много пять штук все надо так эти определенно вот этим мечом по-моему или вот этим к примеру шинком не цепки мечом опси не успел клониться сломала мусора теперь все вместе тебе это это было не сложно главное взаимовыручка так мы с нашел отлично не опаздывать отлично но мы с гладио совместное комбо сделали у нас все в порядке у лигра он решил на меня нравятся не зря прикрою а то мне как-то больно а то мне как-то больно не только не а 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 мы тут не много задержались ну чтож вот теперь можно спокойно перемещаться по карте обратной к машине и тем самым мы просто можем оказаться в нужном нам месте именно рядом с чуваком который дает нам задание на этих гадов Так. Круто. Первую мы выполнили, получили 740 гил. Наджи как-то деньги накапливают, правильно? И охота завершена. Вышло неплохо. Ага, 980 гил, круто. За последнюю мы сколько получим? Все молодцы. Ммм, полторы тысячи, круто. Блин, прикольно. 4400 того у нас. Мне нравится. Чем я могу помочь? Так. Поможете со зверями? А, вон оно что. С защиткой канализации, тем более только ночью. Угу. Если вам понравилось, приходите еще. Надо запомнить. Ладно, посмотрим. Ну что ж, я думаю, проедемся до города. Но перед этим, наверное, все-таки закупим нашу тачечку немножечко чем-нибудь поинтереснее. Если есть у них возможность, конечно. Что, расслабились? Угу. Он с нами все так же не разговаривает. Получил полухфеникс. Прикольно. Пока вы здесь. Если захотите довести ее до ума, дайте знать. Так, в техобслуживании не нуждается. Что выберешь? В модификации. Смотри. Вот что я могу сделать. Ну, она, собственно, пока никакие детали установить не может. Увидимся. Так, автоматический режим. Я думаю, мы доедем. Место задания. Принц на побегу. Готовый к приключениям. Ага. Тогда вперед. Такой же подождал, значит, сам. На-на-на-на-на-на. Здесь красиво, кстати. Но кто вообще не парится, такой сидит на своей машине и просто... Пачкая салон ногами. Молодел, книжку читает. Прикольно. Каждому свое, короче. На целями, мы, кстати, почти доехали. Интересно, кстати, что там сверху. Так. Ну, вот. О. А что там сверху? Какой-то двигатель. Че-то там определено, что-то не так. Ладно, посмотрим. Стоит запастись зельями и всем прочим. Да. Выберите пункт назначения и Гнездь отвезет туда всю компанию. И Гнездь отказывается вести машин, когда вокруг раскрыт зелья. Может, тебе иногда бывает толк. Это что значит иногда? Птицы прокат все еще недоступен. Вы что, специально сюда ехали, чтобы привезти мне посылку? Сердечно благодарю. Я сам ее достану, вы просто посидите. Умбра. Собака-почтальон. Молодец. У этого пса отличное чутье. Да уж, комар носу не подточит. Как только ты нас находишь. Секундочку. Красивый. Мы сплели короны из точно таких же цветов. Ага. Селицветы. Я это помню. Знаешь, у меня есть к тебе просьба. Когда будешь уезжать, возьми, пожалуйста, с собой этот блокнот. Ага. А потом, давай ты положишь в этот блокнот что-нибудь и отошлешь его обратно. Настало время мне покинуть Тенебру. Так, только что выехали из королевского города. Ну, давайте вот так. Наконец-то я тебя увижу. Столько лет прошло. Всё. Удачи тебе. Я знаю. Ты наверняка мне не ответишь. Не спрашивай. Что это было? Ну и пожалуйста. Ну что ж, дело сделано. Можем ехать в Галдин. Итак, мы можем у таких вот чуваков получать задания. Кстати, в демке этого не было. Нам постоянно говорили, что вы можете получать новые задания, но как бы, типа, заданий нет. Одну секунду. Я нашёл в посылке конверт, адресованный Мельдачио. Мельдачио? Штаб-квартира охотников? Так точно. Главный охотник должен быть где-то здесь. Сделайте ещё одну доставку. Что скажешь, Накт? В принципе, тут недалеко. Побочные задания. Отдельные приключения. Не влияющие на ход основного повествования. Посмотреть пункт назначения и цели помощного задания можно в задании. Так. Ну. В принципе. Принц на побегушках к нам сюда. Ушёл и не вернулся. Вон он. Дэйв, привет. Смотрите, кто приехал. Я у вас, ребята, в долгу. И ещё в каком? Что-то мне не везёт. А у нас нашли ещё один. Нашли ещё один... Что? Жетон. Мы охотники. Всегда держим их при себе для опознания. На случай, если забудешь, кто ты есть? Скорее, чтобы другие не забыли, кем мы были. Жизнь охотника полна опасностей. Так что иногда от человека остаётся только жетон. Доставить жетон семье павшего товарища – наш долг. В общем-то, за этим я сюда и пришёл. Если вам удастся найти в окрестностях охотничьи жетоны, передайте их мне, ладно? Да, конечно. Говорят, тут поблизости уже лежит один жетон. Спросите местного информатора, он расскажет подробнее. Ушёл и не вернулся. Собрите информацию о местности. Тяжёлые у них жетоны. И на душе от них тяжело. Их надо вернуть семьям погибших. Да, так будет правильно. Начнём с самых свежих сведений. Ну, сейчас и поопаснее штуки есть. Давай я это сниму. Какое клёвое освещение. Снял меня тут, видите ли. На вкус. Ранее король Регис обратился к жителям королевства по поводу мирного договора. Возможно, у некоторых из вас условия этого договора вызывают опасения. Возможно, вы спрашиваете себя, не забыл ли король про свой народ. Однако я действую только в интересах народа. Земли Лейде, Даска и Клейн отойдут под власть империи, представители которой заверили нас, что жителям этих регионов сохранят жизнь и что кровопролитие будет прекращено. Жизнь продолжается. И впереди нас всех ждёт свобода и процветание. Перед церемонией подписания договора, Его Величество призывает понять и поддержать его. Нельзя отрицать, что идеи этого договора встречают некоторые сопротивления среди жителей окраинных земель. Но в целом народ Лютеса приветствует заключение мира. Ну, сейчас и поопаснее штуки есть. Добро пожаловать. Ага, пожалуй, добро. Проголодались, ребята? Пункт назначения задания отмечен на карте. Ага. Остальное это инфа, где? Что вас интересует? Отлично. Вот теперь поинтереснее будет. Это непростые ребята. Оу, ночью? Блин, ну... Такое. Мне рановато, походу, на этих. Удачи вам. Хулиганы в штанах. Ладно, я приму пока просто эти два задания. Посмотрим, что из-за этого будет. Плохих блюд у нас нет. Давайте вот эту штуку возьмем. Сейчас все будет. Приятного аппетита. Я могу приготовить это в лагере. О, классно. Имея ингредиенты, он может приготовить нужные нам блюда. Спасибо за заказ. Да не за что. Я думаю, мы выполним сейчас задание. 500 метров в ту сторону. Видали, как я прыгаю, да? Пора. Гладио, идем. Слышу. Так, гоблины. А, это хулиганы в штанах-то. Они же только ночью появляются, блин. Нам сюда. И сюда. То есть в другую сторону. Черт. А гоблины бывают только ночью. Ладно, гоблинов мы убьем, видимо. В следующей серии. Пока пробежимся. Вон тем ребятам. Так ты думаешь, заманить леди Лунафрею обратно в королевский город? Не торопи события. Я еще даже не женился. Да, до сих пор не. Так, а почему не... ...важется, что ты свяжешь себя узами брака. А каково это, когда вот-вот станешь мужем? Да, неплохо. Неплохо? Да любой парень на свете бы отдал все, чтобы на ней жениться. Подумаешь. Ну, как скажешь. Ты прикалываешься, что ли? А давай зайдем в вороньи гнезда. Хочешь растолстеть? Тогда, конечно. Ой. Да знаю я. Тот момент, когда, короче, я сидел, думал, такой сейчас, но он меня отвезет. Потом хренак он меня отвез, просто развернувшись туда же. Что за бред? Ладно, давайте тогда сначала изучим, что здесь написано. Пик, лонг-вайт. Видимо, вот эта гора, я так понимаю. Вначале где-то вот здесь вот задание есть у нас. Прямо вот тут вот, можно сказать, можно даже переключиться на задание. И что он не вернулся? Чтобы оно у нас отмечалось. Ну да, я даже правильно бежал. Посмотреть, что что у нас. Ну и жарища. А ты куртку сними. За жетончик. Оно пришло оттуда. Так, ну мы сначала еду подберем. Потом пойдем сейчас за этой тварью. Может сюда? Все что ли за раз он подобрал все эти? Прикольно. Да, походу вот там она. Походу она даже до сих пор кого-то жрет. Смотрим по сторонам. Ну же. А как тебе это? Шикарно. Ага. Так. Кир, ты этому научился, но... Да! Считай, я один всех вынес. Пошли. Согласен. Так, жетончику подобрали. В принципе, можно возвращаться. Но до сих пор кого-то слышу. А, вот кого я слышу. Мы всегда друг друга прикроем. Да? Конечно. Только этого не хватало. Закрой рак. Да ты жжет. Легкаки. Ну что, я их накалечу, что ли? Или что? Обидно. Не выполнил допочку. Ладно. Нам нужно еще выполнить одно задание. Вот здесь вот. Восьмой уровень. Мы пятый. Но надеюсь, мы справимся. В принципе, хпшки у нас довольно много. Урона тоже. Поэтому должно прокатить. Так. Бежать где-то 250 метров примерно. Сокровища содержат ценные предметы. Давайте посмотрим, что же там содержат наши сокровища. Зеленый чокер. Ну, может быть, и цены. Не знаю, конечно. Так. Где-то впереди они. Оу. Похоже, мы нашли то, что искали. Как обстановка? Боли. Да, вообще нормально. Прям большой-большой. Ау. Не подставляйся. Примук свете. Что-то у меня был со всех сторон. У нас все в порядке. Боли. Берегись. Гладио. Отлично, Гладио. Гладио, давай. Давай, Гладио, гумий. У меня здесь прям вообще в тему. Ну, как и не умирай. Так. Надо не умереть, надо не умереть. Промка, внимание. Гладио, давай. Да, мужик. Рули. Рули их всех. Отлично, Гладио. Минусы, да? Ау. Атакую еще урон увеличим. Замечательно. Ау. Этот противник нам не по зубам. Мысли есть. Хоть у кого-нибудь. В смысле противник нам не по зубам? А что приколочь, что ли? Да ты шо? Что тут скажешь? Гладио. Так, буря. Роб-то, действуй. Эй, Роб-да. Отлично, Гладио. Я потрясен. Ерунда. Закруши всех врагов. Ты меня притуешь? Как всегда. Остался последний. Опять отвлекаешься? Что? Все висело на волоске. Хорошо, что он не оборвался. Мы живы. И это главное. Да ладно, не все так плохо, ребята. Вы че? Вы че паникуете-то, е-мое? Так, отбуксировать машину за определенную планету. Сиди. Регалим в молот. Ага, можно даже так. Игра окончена. Просто. Что дальше? Поговорим с местными? Пусть ногт решает. Ну вот, новое издание можем сейчас не получать. Привет. Так. Мы выполнили издание. Красавцы. 1800 гилл. Неплохо. Вот. Хотите есть? Да нет, в принципе, справитесь. Как думаете, справитесь? А, то есть он как завершенная числится, второй раз его нельзя, к сожалению. Ну ладно. Осторожнее. Я бы злого съел. Так. Justice Monster 5. Выпустил обновление для... Чтобы помочь героям за справедливость. Знаете, можно сыграть. Дайте я вам покажу, что это такое. Прикольная штука. Так на пару раз просто поиграться. Итак. Злобный владыка Вексона и его великая флотилия Богомут вторглись на планету Новой. И хотят поработить всех живущих там чудовищ. Монстры правосудия снова выходят на бой, чтобы сразиться за свободу и справедливость. Вы готовы? Пятерка за справедливость. Та-дам. Можно, короче, их бить спокойнейшим образом. Так, крученый. Здесь очень можно много набить полезных штучек. Ну или просто убить своего монстра в итоге. Нам главное вот в эту хрень почаще бить. Потому что это дает нам бонусы. Вот видите, в центральной штуке. Я, брат, не так и не понял, что там за бонусы даются. Но... Надо, видимо, будет узнать. Узнать. Вот. Вот такая вот штука прикольная довольно. Здесь мы можем видеть нашего веселого друга из первой кат-сцены. О, хорошо, ампу мне прошелся сейчас. Это он, гад, еще раз прошелся. Нет. Босс. О, нет. Что же делать? Так. Так, выбрать, 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 выбрать. Сменить монстра. Но она не теряет монстров. Так. И не попасть под его атаку. Вот как я это сейчас сделал. Все. Я думаю, басяло. Подыхал, потому что... Потому что я его сделал. First wave. Ну и дальше, собственно, то же самое, да. То есть, каждый раз мы... До бесконечности, походу, будем их убивать. Потому что, я не знаю, я пробовал, кстати... В демки очень долго в демки очень долго в нее играть. И что-то как-то никакой разницы особо не было. Вот. Я там набирал очень-очень много вот этих деревяшек, которые в углу сверху. Это не такое. Я вообще, вы знаете, кажется, что вот этот Monster Five, да, то есть это отсылка к Мстителям. Justice Monster. Ну или Клиги Справедливости. То есть вот... Либо-либо... В принципе, и то, и то более-менее оно как бы... Работает. Опять какие-то деревяшки получил. То есть, ну что эти деревяшки давит, я так и не понял. Boss Encounter. Басяо. Ну, как бы, минус Басяо. Ну, блин, зачищен. Я думаю, три уровня пройду. И на этом, собственно, я на сегодня остановлюсь. Потому что, ну, особо смысла в этом нет. Круто, я выбил 15 штук. А, у меня, кстати, такое ощущение было, что, по-моему, вот эти вот дополнительные фишечки, которые мы выбиваем, да, походу, они являются как бонус опытом, что ли. То есть, мы, получается, опыт в них набиваем. Килочка. Плюс пять штук к каждому. Опять Boss Encounter. Дэк-герой, кстати, сам прикольный, по-моему. Он урона довольно много наносит. И при этом все очень круто происходит. Ура! Еще одну успел набить до того, как технология, короче, какая-то готова. А, у него такой супер удар. Блин, ему так по голове сейчас прилетело. Ровно в тот момент, когда он пытался скастануть что-то. В общем, как-то вот так вот. Итак, собственно, я думаю, что на этом действительно пора завязывать. Ультра эликсир. Ну, сейчас и поопаснее штуки есть. Ну, можно, короче, всякую фигню выиграть. О, смотрите. Кстати, мы можем пробежаться по заданию. Все-таки вот сюда вот с хулиганом. Видишь, он там. А что? А, Гладиус заметил что-то. Ну-ка, 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 что там? Соберитесь в Увер Вайдлс. Соберегитесь с обликнов. Так, 500 метров, я думаю, пробежим. Ну, все равно ночью я думал как-то, что это будет быстрее нам, видите, оказывается. Нам пора идти. Игнис, уходим. Уже иду. Хотя это проще сделать, наверное, на машине будет. Так. Карта. Вернуться к машине. Или вызвать машину можно было тоже. Так, автоманитола. Ночью на дорогах опасно. Подождем до утра. Дальше за руль сяду я. Так и быть. Об одном прошу. Пожалуйста, только поменьше лихачества. Так. Ну, как нам и говорили. Тут темновато. Ты точно справишься? Я все прекрасно вижу. Можешь немного отдохнуть. Так вот, как нам немного говорили, да, то есть он против того, чтобы ездить ночью, поэтому нам придется ездить самим. Ну, думаю, небольшая проблема. Другие новости. Уверяю вас, замужество не станет помехой моему предназначению. Как и раньше, я буду среди вас, в ваших городах и деревнях. И буду благословлять вас, как прежде. В ближайшее время леди Лунафея покинет Кенебру для подготовки к предстоящей свадебной церемонии. Напоминаем, что на этот срок она слагает в себя обязанности Арагула, но вернется к ним впоследствии. Ну, не знаю, насчет того, нравится это ему или нет. Пройдемся для разнообразия. Но пройтись туда, я думаю, нам стоит. Ведь там еда. А еда нам нужна больше всего. Правда, почему-то моим друзьям не нравится, когда я путешествую ночью. Ну, что, посмотрим, ребят, как ночные прогулки влияют на нашу психику. И какие же здесь демоны таятся ночью. 22 часа. То есть сейчас один... 11, говорю, 11-й час, ну, начинается уже. Сейчас пока 10. Будет весело. Надеюсь, не тем, кто здесь обыден. Им будет грудь. Блестяще. Ну, на ничем вот этим с этим названием не нужно наносить. Я приятно удивлен. Что тут скажешь? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Какой ты довольный. В тот момент, когда он сейчас сыграл одну из мелодий в Final Fantasy, которая освещала победу в игре в тот момент, когда ты что-то делал. О, там стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Я вижу там сундучок. Возможно, там, кстати, что-то полезное есть. Ну-ка-ну-ка-ну-ка. Прекрати ногт! Да отстань. Ультра-эликсир. Нет, ничего особо полезного не было. Ладно, давайте просто, короче, телепортнемся. Ну, это мы, в принципе, выполнили сейчас, да? То есть, ушел, не вернулся. Нам нужно вернуться обратно. Так, на карте. Вернуться к машине. Доедем сейчас, зададим квесты. И на этом буду завершать серию, думаю. Выходим. Угу. Так. Поездка просто милая такая прям. Надо перепарковаться сразу. Прикольно. То есть, мне как бы не дали повернуть, да? А. Потому что я поворачивал не тем образом. Боже, ты мой. Смотри, сколько огней. Как же это хорошо. И то верно. Они отпугнут демонов. Ну да. Так. Четыре вот тут есть. Один уже нашли, да? Спасибо. Я так понимаю, это капля в море. Ну-ну, не все так плохо. Но все равно, гибель каждого охотника тяжелым грузом ложится на мою душу. Вот что значит для меня каждый жетон. Это боль. Но если я опущу руки и перестану собирать жетоны, эти охотники будут забыты. А это больнее всего. Да, наверное, ты прав. Поэтому я и призываю своих охотников собирать все найденные жетоны. И вас тоже об этом прошу. Ох, нихрена нам за это опыта дали. Хо-хо-хо, еще и ультразелие куча. Прикольно. Чувак-то не скупится, я смотрю. Ранг номер два. Поздравляю. Круто. У нас новый ранг. Проголодались, ребята? Так, что там по монстрам? Это непростые ребята. Да я уж понял. Блин, ну 18-25-й лоу, это точно не. Спасибо за заказ. Точно не ко мне, я думаю. Ладно. Собственно. Ах, с меня хватит. Да, пару костей сломал. Думаю, продолжим уже в следующий раз. А, то есть он не может так выйти, да? Обидно. Было бы хорошее окончание. А вот, пока просто с вами сохранимся. На всякий случай. А вот. И сегодня, я думаю, друзья мои, все. Ах, с меня хватит. Да, пару костей сломал. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok